Заставят задуматься каждого. В библиотеке Крышенинникова состоялся просмотр документального фильма «Молодость за решеткой». Тема актуальная – борьба с распространением наркотиков. На мероприятии присутствовали студенты и представители правоохранительных органов, а после просмотра фильма состоялось серьезное обсуждение. Подробности о встрече в следующем сюжете. Герои фильма – благополучные подростки из Челябинской области, которые связали свою жизнь с наркотиками и попали в тюрьму. Каждый из них поделился своей историей о том, как оказались в криминальном бизнесе. Герои на своем примере пытаются предостеречь других молодых людей от необдуманных поступков. По словам специалистов, с каждым годом употреблять наркотики начинают все более молодые люди – студенты. И поэтому огромный акцент нужно делать сегодня на профилактике, первичной, вторичной профилактике. То, что мы сегодня будем обсуждать, нужно проводить ежедневно и комплексно. Важно подойти в комплексно, работать нужно с педагогами, с подростками, непосредственно формировать осознанный отказ от потребления. Потому что ценностная система разрушается с нынешними наркотиками, с первого потребления. И сегодня нам нужно преждевременно сформировать такие инструменты для подростков, которые позволят им противодействовать социальным вызовам будущего. Вместе с ребятами фильм посмотрели и эксперты. Это представители прокуратуры, полиции, а также некоммерческих организаций, связанных с борьбой с наркоманией. После просмотра студенты поделились своими впечатлениями. У многих фильм вызвал глубокий эмоциональный отклик. Мне кажется, оно очень актуально сейчас. Сейчас все это развивается среди молодежи. Этому нужно как-то противостоять, об этом нужно говорить, рассказывать последствия, чтобы предусти речь от подростков от этого. Да, у меня были знакомые, которые с этим связаны. Ну, это очень сложно не заметить, мне кажется. С такими подальше нужно от них держаться, конечно. Результат таких встреч — это формирование правосознания. Вот. И если даже один или два, допустим, даже несколько человек нас услышат, и когда вдруг в их жизни появится тот человек, который захочет на них заработать деньги, или они вдруг где-то допустят даже малейшую мысль о легком заработке, но вспомнят нашу встречу, вот тогда мы можем сказать, что мы добились своего. Поэтому такие мероприятия нужно проводить. Молодежь должна знать, потому что, к сожалению, ту информацию, которую они получают, не всегда они могут правильно трактовать. Ну и, конечно, им все не договаривают. Поэтому мы, со своей стороны, мы готовы сегодня показать другую сторону легких денег. По словам специалистов, только за 2022 год выявлено 1300 преступлений, связанных с запретным порошком. Согласно статистике, почти 25% от всех, которые попадают в колонию, отбывают наказание за незаконный сбыт наркотиков. Документальный фильм был создан полномочным по правам человека Челябинской области. Отметьте, мероприятие организовано в рамках межведомственной профилактической акции «Я и закон». Это не единственная подобная беседа. В библиотеке для студентов регулярно проводятся различные профилактические мероприятия. Лада Дубовик, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.